Ну это вот, так сказать, чему посвящена лекция, ради чего я здесь. И хотел бы предварить свое выступление вот таким вот эпиграфом. Понять значит упростить, то есть я о простых вещах постараюсь говорить, вернее о сложных вещах постараюсь говорить просто, но это не означает, что они действительно такие простые. Поэтому я перед специалистами, которые здесь есть, извиняюсь заранее, что, может быть, буду слишком огрублять и упрощать действительность. Но с другой стороны, не специалисты должны понимать, что это не полная картина, а только вот крупные мазки, которые нас ведут к цели, к тому, что мы уже знаем. То есть новое знание получить таким образом нельзя. Вот теперь наконец название физико-астрофизикой нейтронных звезд. Справа здесь вы видите изображение рентгеновское остатка сверхновой звезды. И в центре вот здесь маленькая-маленькая голубенькая точка. Это изображение нейтронной звезды. Для того, чтобы показать, что я не вру, я в более крупном масштабе это сделал. Вот она здесь все-таки есть, хорошо видна. Это рентгеновское изображение, еще раз повторяю. И вот про эти вот маленькие-маленькие объекты мы с вами и будем сегодня говорить. Образуются они в результате вспышек сверхновых звезд так называемого второго типа, в результате коллапса железного ядра в конце жизни этих сверхновых и вот этих массивных звезд. И светят эти сверхновые звезды как целые галактики. Вот галактика, это было, ой прошу прощения, это ближайшие к нам карликовые галактики. Большое и малое Магелланово облако. Вот они так видны невооруженным глазом в безлунную ночь на южном небе. И в 87 году вспыхнула сверхновая звезда. И рядом показана фотография, как это выглядело на небе, когда она была в максимуме яркости. Видите, одна звезда светила как целая галактика, пусть даже и карликовая. Вот и в результате вспышки такой сверхновой звезды образуется очень маленький компактный объект размером с нашу родную Казань. Для сравнения, вот это вот Солнце, центр нашей Солнечной системы, которую мы иногда видим днем. Вот эта маленькая пылинка, это наша планета Земля, она в 109 раз меньше, чем Солнце. А вот нейтронная звезда сама размером с Казань. Вы понимаете, какой размер занимает Казань по сравнению с Землей и какой размер занимает Солнце по сравнению с Землей. Так вот вся масса, которая есть в Солнце и даже в полтора раза больше, упихана вот в такой компактный объект нейтронную звезду. Вы меня спросите, как такое может быть? Ответ, чтобы дать ответ на этот вопрос, нужно вспомнить анекдот времен моей юности на военной кафедре, когда товарища полковника спрашивают, что находится между атомным ядром и электронами. Ответ тривиальный – воздух, да? Так вот, мы с вами все из этого воздуха и состоим. То есть, если мы возьмем атомное ядро и представим, что где-то есть монетка, вот эта вот монетка – это атомное ядро, то электронная оболочка вокруг этого атомного ядра будет за километр от нас. Вот представьте, мы состоим из пустого вещества фактически. Это вот очень тяжелые монетки, которые там внутри у нас, а вокруг электронной оболочки, они занимают большую часть вещества. И в Солнце точно так же. Солнце тоже состоит из такой же пустоты, как мы с вами. Среднее плотное Солнце чуть больше, чем у воды. То есть, такое вполне вещество земных плотностей. Так вот, если этот воздух весь между атомными оболочками и ядром выпустить, вот представьте, воздушные шары, там песчинки маленькие. Вся масса в этих песчинках, а воздушные шары огромные. Проколоть, выпустить воздух, оставить только песчинки и собрать их все вместе – вот это получится такая вот нейтронная звезда из Солнца. Вот как, если на пальцах дело обстоит с этими самыми нейтронными звездами. То есть, в результате вспышки сверхновой звезды и коллапса этого ядра, который размером, например, Солнца – это ядро, оно превращается вот в такой вот маленький микроскопический объект фактически в гигантское атомное ядро. Вот физику этого ядра гигантского атомного, размером в диаметре 20 с лишним километров, про него мы с вами и будем говорить. Вот эти два человека связали вспышки сверхновых звезд и образование нейтронных звезд еще в 1933-1934 году. Вальтер Бааде – это он, вот этот товарищ, и швейцарского происхождения, тоже американец Фридс Свики. Они сделали вывод о том, что вот в результате вспышек сверхновых звезд должны образовываться нейтронные звезды. Это было почти сразу после открытия нейтрона. И Ландау там какую-то гипотезу похожую тоже выдвигал. А вот эти два человека открыли эти нейтронные звезды спустя 30 с лишним лет. Одно время никто не верил, что эти нейтронные звезды, поскольку они очень маленькие, там 10 км радиус, можно будет обнаружить. И даже люди, смеясь, спрашивали, а сколько сейчас ангелов может танцевать на макушке нейтронной звезды? По аналогии со всякими схоластическими утверждениями про ангелы и кончик иглы. Так вот, этому способствовал и сам Фридс Свики. Он был такой человек очень энергичный и пытался каждого обратить свою веру. На конференциях подходил к людям, брал запугольцы и спрашивал, а ты веришь в нейтронные звезды? Ну, в общем, люди немножко пугались и говорят, да, верю, но никто их серьезно на самом деле не искал. И они были открыты случайно вот этими двумя людьми. Человек, который построил радиотелескоп, Антони Хьюиш и его аспирантка Джеслин Белл. Вот понимаете, в день рождения Александра нашего Александра Ильича Блока вместо того, чтобы дышать духами и туманами, эта прелестная девушка открыла периодические сигналы от радиоисточника, которые она же до этого в августе обнаружила. Первая реакция была, конечно, предсказуемая. И даже проходил этот источник под little green man, то есть маленькие зеленые человечки. Так, сбился в смысле. Зеленые человечки, ну понятно, что это были на самом деле не зеленые человечки. Довольно быстро поняли, что это быстро вращающийся компактный объект, который… Ну вот, так вот выглядит пульсар, так называемый. Так вот они были открыты. И теперь какие-то сведения о нейтронных звездах я обязан вам дать. Такие чисел. Ну немножко чисел. Средняя масса – полторы массы Солнца. Радиус между 10 и 15 километрами. Потенциальная энергия гравитационная просто изумительная. Там 20% от массы покоя самой нейтронной звезды. То есть гравитационная масса нейтронной звезды, которую мы можем измерить из наблюдений, на 20% меньше, чем суммарная масса нуклонов, из которых она состоит. Фантастическая вещь гравитации, она уменьшает массу. Средняя плотность больше, чем ядерная в несколько раз. Это вот плотность ядерных, атомных ядер, из которых мы собственно состоим. Ускорение там на 10-10 миллиардов раз больше, чем на Земле и на Солнце. Число аборионов просто потрясающе. Вертятся они с очень разной скоростью от миллисекунд до сотен тысяч секунд. И магнитные поля могут быть очень огромные – до 10-15 гаусс. Ну, это, пожалуй, фактически все цифры. И я хочу сказать главное, что нейтронные звезды – уникальные объекты в том смысле, что вся физика должна быть задействована для того, чтобы они были поняты. Все четыре фундаментальных взаимодействия, от гравитации до слабых взаимодействий, необходимо учитывать и применять для того, чтобы понять, как нейтронные звезды устроены. Начнем с гравитации. Здесь все ясно. Яблоко и яблоня присутствуют. И понятно, что… Позволю себе процитировать такие вещи, как «Был этот мир глубокой тьмой окутан, да будет свет, и вот явился Ньютон». И Ньютон нам объяснил, что законы, которые управляют движением Луны и заставляют падать яблоко с яблоней – это одно и то же – гравитация. Но сатана недолго ждал реванша, пришел Эйнштейн и стало все как раньше. Теперь мы верим, что гравитация – это кривизна пространства-времени. Если кто интересуется, почему это кривизна, можете спросить специалистов, которые здесь присутствуют, или меня, но не уверен, что мой ответ будет правильный. Так что принято изображать вот таким вот образом, что на двумерной плоскости положить что-то тяжелое, она прогнется. Так же примерно любая горошинка будет скатываться к этому яблоку, и это будет гравитация. Следующая сила фундаментальная – это то, благодаря чему мы все существуем, и благодаря чему существует окружающий мир, и все здесь работает – это электричество. Я сейчас много распространяться не буду. Главное, что есть отрицательные положительные заряды, токи, которые магнитные поля порождают. Ну и шкала электромагнитных волн здесь вот внизу нарисована. Все, что мы видим, ну почти все, что мы знаем о Вселенной и о нейтронных звездах в частности, оно получено благодаря электромагнитному излучению, естественно. Но все это внешние поля, внешние по отношению к нейтронной звезде. А вот внутри, чтобы понять, как нейтронная звезда устроена, нужно уже идти к ядерным силам. Сильные взаимодействия, они определяют, так сказать, безопасность нашей родной страны, благодаря усилиям физиков во многом, вот они, и благодаря им светят звезды. Ну и ядерные взаимодействия, вот здесь показан потенциал ядерных взаимодействий, которые есть от голосов цветных взаимодействий между кварками в нуклонах. Ну и слабая сила, это вот бета-проникающая радиация, электроны, все, что связано с испусканием, главным словом, главным образом, связано с испусканием нейтрином. Вот это вот слабые процессы, они короткодействующие, ядерные силы все. Вот для слабых сил это связано с тем, что переносчик слабого взаимодействия промежуточный векторный бозон очень тяжелый и успевает улететь от места рождения, там очень недалеко, там число написано. А потом распадается. Начнем с гравитации. Вот она гравитация. Все, самая сложная формула, которую я здесь вам решил написать, это вот этот вот релятивистский перешок, это гамма-фактор, или Лоренц-фактор называется. Во всех релятивистских выражениях он присутствует. Что значит релятивистский? Вот в релятивистский мы обычно вкладываем слово, что скорости близкие к скорости света. И говорим, что общая теория относительности, которая описывает гравитацию, она тоже релятивистская теория. Причем здесь скорость света и релятивистская теория. Оказывается, они связаны очень тесно, потому что гравитационный потенциал – это квадрат кеплеровской скорости кругового вращения. И я надеюсь, вы все слышали про первую и вторую космическую скорость. И вот для того, чтобы развить вторую космическую скорость, которая на Земле, 11,2 км в секунду, нам нужно использовать космические корабли. Через три дня исполняется 30 лет запуска первого ракеты «Энергия». Вот предпоследнего, он же предпоследний. И когда у нас вторая космическая скорость становится равной скорости света, мы говорим с вами, что это у нас получается черная дыра. И вот если измерять компактность в этих шварштейновских радиусах, в радиусах черных дыр для тела данной массы, мы увидим, что чем ближе к егнице, тем больше будет вторая космическая скорость, тем будет ближе к скорости света. И поэтому нужно использовать релятивистскую теорию, то есть общую теорию относительности для описания тяготения. И если мы вот эти формулы сюда подставим, мы получим ровно тот же самый корешок. Этим описывается гравитационное красное смещение, которое говорит нам о том, что все наблюдаемые процессы в сильных гравитационных полях идут медленнее для нас, чем они в реальности там в системе что-то связаны с источником. Вот это вот здесь показано, что сигнал высокой частоты, улетая, прилетает с сигналом уже низкой частоты, с более длинной волной связанной. Так, я опять куда-то мышку делал. Начнем с радиопульсаров. Это вот те самые источники, которые были открыты, и они, собственно говоря, представляют подавляющее большинство нейтронных звезд, которые мы сейчас знаем. Это около трех тысяч нейтронных звезд. Вот так вот выглядят их периодические сигналы. Но самое главное, что для нас ценно, это то, что измеряются эти периоды с фантастической внутренней точностью. То есть это очень точные часы. И если вдруг эти часы... Вот с помощью таких вот радиотелескопов они наблюдаются. Вот фантастическую вещь сделали китайцы. Это полукилометровая сплошная тарелка. Она, правда, не поворотная, а просто, но для того, что земля вращается, мы можем разные области из неба наблюдать. Пока еще, собственно, наблюдений не было никаких. Это так авансом она здесь поставлена. Вот это, как мне подсказал Ильфан Фаритоич, пять полей Казань-Арены. Тут вот расположено в диаметре, да. Не по площади, а именно в диаметре. Вот с помощью этого радиопульсара, помещенного на орбиту в другой нейтронной звезду, чтобы тоже там было сильное гравитационное поле, можно классическую получить кривую лучевых скоростей, из-за того, что когда пульсар летит к нам, мы видим, чаще приходят его импульсы, а когда он летит от нас вот сюда, они приходят реже. По классической формуле Доплера эти изменения периода мы можем наблюдать. Из этой кривой найти период вращения орбитальный вот этот вот, и насколько сильно меняется скорость. Но, к сожалению, из этой формулы мы видим, что получить некую комбинацию только масс, можно измерить массу нейтронной звезды напрямую нельзя. Для того, чтобы это сделать, нужно воспользоваться релятивистскими эффектами. Вот классические релятивистские эффекты, самые сильные, это прецессия орбиты, смещение долготы периастра. Для Меркурия мы знаем, что это 43 секунды за 100 лет, и вот именно этот эффект убедил нас, что общая теория относительности правильная. А для пульсара на орбите нейтронной звезды эта прецессия, как мы увидим, будет градусы в год. Градусы в год. Второй релятивистский эффект — это поперечный эффект Допплера и галлюцированного краза смещения. Вот эти два, вот этот корешок был и второй корешок, друг на друга помноженные, они искажают немножко классический эффект Допплера, и по этим искажениям, но только для эллиптической орбиты. То есть когда орбита такая вот вытянутая, можно это измерить, они тоже дают какую-то комбинацию массы периодов, и здесь тоже самое можно получить. Ну и такие совсем тяжелые релятивистские эффекты, более слабые — это изменение периода за счет излучения гравитационных волн. Помним мы все, что гравитационные волны недавно были задедактированы. Это тоже какая-то скорость изменения периода орбитального. Вот она здесь показана, она тоже какая-то комбинация. Они очень длинные формулы аналитические есть, я мог бы их показать, но они просто ничего не скажут. Просто помните, что это какая-то связь между величинами. Ну и последнее — это эффект Шапира. Это увеличение времени прохождения сигнала из-за кривизны пространства вблизи другой нейтронной звезды. Вот это вот то, что связано с геометрией пространства-времени. И здесь показано, что в правом нижнем углу как смещается звезда при прохождении вблизи Солнца. Это вот Эдингтон в 2019 году измерил и показал, что действительно общая теоретия сигнала правильная. И вот это вот совсем релятивистский такой эффект. И используя все эти релятивистские эффекты, в 1974 году был открыт двойной пульсар Халса Тейлора этой двумя людьми. И удалось на орбите другой нейтронной звезды увидеть пульсар и измерить все эти релятивистские параметры и измерить очень точно массы этих двух нейтронных звезд. Они оказались такие, как и ожидались — полторы массы Солнца примерно. И самое главное — проверить общую теорию относительности. Потому что, зная эти массы, измеренные по первым двум релятивистским параметрам, можно теоретически рассчитать изменение орбиты за счет излучения гравитационных волн. И вот оно оказалось очень близко к измеренному. Это накопленное уменьшение периода. Период сам — почти 8 часов. И вот он уменьшился за время наблюдения больше, чем на 60 секунд уже. То есть мы впрямую видим, как период орбитально уменьшается за счет излучения гравитационных волн. И вот эта теоретическая кривая очень хорошо совпадает с наблюдениями. То есть, несмотря на то, что там гравитационные волны были полтора года назад задетектированы, никто не сомневался, что они есть, и они точно такие же, как ожидаются из теории. Ну и совсем недавнее открытие, ну как сказать, 10 лет прошло, был открыт двойной пульсар. Два пульсара на одной орбите друг вокруг друга обращаются. Очень точно были опять измерены все релятивистские параметры и измерены массы. Вот на этой плоскости показаны в зависимости от массы одного компонента и второго компонента. Это вот массы в массах Солнца этих двух компонентов. У нас все связи, про которые я говорил, это релятивистские. Первый эффект, второй, третий, излучение гравитационных волн, эффект Шапира. Они все дают некие связи вот на этой плоскости. Связи между периодом и этими массами. Главное, нас масса интересует, естественно. И все эти связи при измеренных значениях параметров, они сошли здесь вот в одной точке, которая вот дала нам массы этих двух компонент. И удалось очень точно измерить все эти релятивистские параметры и сравнить их с ожидаемыми по общей теории относительности. Вы видите, что, по крайней мере, с точностью до одного процента общая теория относительности является правильной. Более того, с помощью таких вот двойного пульсара и пульсаров, находящихся на орбите с другими компактными объектами, удалось ограничить некоторые другие релятивистские теории гравитации, скалярно-векторные в частности, с точностью лучше, чем это сделано в экспериментах в Солнечной системе. Лучше, чем Кассини получил. Но это я не хочу останавливаться долго. Гравитация почти закончена. Но мы можем ожидать, что гравитационная потенциальная энергия высвободится и при слиянии двух нейтроновых звезд. Этот процесс еще ни разу не наблюдался, не дектировался в смысле гравитационными волнами. Но мы считаем, что короткие гамма-всплески, которые наблюдаются со скоростью примерно один в два дня на небе, обусловлены как раз слиянием вот таких вот нейтронных звезд на космологических расстояниях. То есть они находятся в других галактиках и других скоплениях галактик, очень далеко. Но до нас доходят эти вот сигналы. И что интересно, если когда сливаются черные дыры, сигнал такой вот гладенький, именно такой был зарегистрирован, при слиянии нейтронных звезд сигнал будет совсем не гладенький. Потому что сначала, перед тем, как слиться в черную дыру, они образуют быстро вращающуюся, очень горячую прото-нетронную звезду, которая колеблется каким-то образом, создает такой вот гравитационно-волновой шум. И анализируя вот эти вот колебания, мы можем получить сведения о внутреннем строении нейтронных звезд. То есть регистрация слияния нейтронных звезд для нас имела бы гораздо более важное значение, чем просто слияние черных дыр. Так, если у меня есть немножко времени, я бы вам показал картинку результата расчетов, как эти две нейтронные звезды сливаются. Вот, начинается перетекание вещества с одной звезды на другую, образуется центральный объект и сверх критический аккреционный диск вокруг них. Давайте еще раз. И от этого диска будут бить струи вещества, джеты так называемые. Если джет направлен на нас, мы видим короткий гамма-всплеск. Все, с гравитацией покончили. Теперь перейдем к электричеству. Пульсары, по сути своей, являются сильно замагниченными нейтронными звездами, которые вращаются. То есть это фактически гигантский электродвигатель в космосе. Ротор есть, он с магнитным полем вращается, а статора нет, обмотки нет. Но эту обмотку, как мы увидим позже, наш родной пульсар создает сам, своими собственными усилиями. И как это он делает, мы сейчас попробуем вкратце объяснить. Вот две важные вещи. Нужно понять, что существует световой цилиндр. Магнитные силовые линии, привязанные к нейтронной звезде, если она вращается, то линейная, угловая скорость одинаковая у всех, на всех их расстояниях. То линейная скорость где-то становится равной скорости света. И дальше они уже с той же угловой скоростью вращаться не могут. Они должны как-то обрываться, начинается волновая зона. Световой цилиндр, вот такое вот понятие. Те магнитные линии, которые находятся внутри светового цилиндра, образуют область замкнутых силовых линий. А те, которые не помещаются, это область открытых силовых линий. И вот те области на поверхности нейтронной звезды, где начинаются открытые силовые линии, называются полярными шапками. Здесь, конечно, не в масштабе все. Здесь очень здоровая нейтронная звезда и такой небольшой световой цилиндр. Реально световые цилиндры больше там в тысячи раз, в десять тысяч раз больше, чем нейтронная звезда. То есть область замкнутых силовых линий очень большая. А область, где начинаются открытые силовые линии, очень маленькая. Эти область полярных шапок по размеру тоже как раз с одну Казань-арену уже, по площади. Вот на этой площади с одну Казань-арену разыгрываются все события, про которые я сейчас вам буду говорить, и выделяется энергия примерно в сто тысяч раз больше, чем на Солнце. То есть в секунду выделяется десять тридцать восьмой эргоф. В джоуле пересчитайте сами, я человек астрофизический, мы работаем в системе СГС. А вот что-то там десять восьмой что ли? Или десять шестой эргоф в джоуле? Не помню, или в вате, а? Двадцать, хорошо, замечательно. Вот, поедем дальше. Значит, световой цилиндр... Господи, тут какая-то есть кнопочка, на которую я непроизвольно нажимаю. Это мы с вами уяснили. Второй момент нужно уяснить, что вращающееся магнитное поле нам порождает электрическое поле. Теория Максвелла была первой теорией относительности. Потому что что такое заряд? Вот он дает электрическое поле. А если бы кто-то вдруг относительно этого заряда начал бежать, для него это электрический ток, должно порождаться магнитное поле. Вот первой теорией относительности была теория электромагнетизма. И мы понимаем, что если мы переходим в систему отсчета, связанную с нейтронной звездой, там электрического поля нет, и оно не должно быть. Но если мы внешний наблюдатель относительно вращающейся этой нейтронной звезды, для нас генерируется электрическое поле, очень сильное, настолько сильное, что оно способно вырвать частицы в миллиарды раз сильнее, чем сила тяжести. Оно способно вырвать все электроны, там протоны с поверхности нейтронной звезды. И все области замкнутых силовых линий заполняются заряженными частицами, которые компенсируют это электрическое поле. То есть ротор у нас был, этот вращающийся ротор создал нам статор, создал обмотку из этих заряженных частиц, в которых текут электрические токи. Но электрический заряд можно скомпенсировать только в области замкнутых силовых линий, там, где он заперт, а в области открытых силовых линий его скомпенсировать нельзя. Они все время вытекают оттуда, это такой сосуд без крышки. Поэтому там остается не скомпенсированное электрическое поле. И это не скомпенсированное электрическое поле ускоряет позитроны и электроны до энергии с гамма-фактором 10 в 7. То есть энергии в 10 в 7 раз больше, чем энергия массы покоя электрона. Я напоминаю, что это такой гамма-фактор. Но так просто эти частицы не могут вылетать, потому что они летят в искривленном магнитном поле. А любая частица, двигающаяся в искривленном магнитном поле, она излучает за счет изгибного излучения. Если возьмем ландау-лешица, найдем там формулу соответствующую, можем посчитать, в какой энергии эта частица будет излучать, это будут гигаэлектроновольты. Гигаэлектроновольты – это в лямбдах по длине волны даже затрудняюсь сколько сказать. В общем, масса протона – это чуть меньше одного гигаэлектроновольта. То есть излучаются фотоны, их энергия такая же, как энергия массы покоя протонов. Вот так вот. Это изображен спутник для исследования гамма-лучей. Спутник Ферми – лаборатория. Это самый крупный прибор, там, ЛАД стоит. Грани этого куба примерно размером с меня. А размах крыльев вот этих вот с размером с аттенцией даже, наверное, побольше немножко. То есть такая вот махина работает на орбите, и она наблюдает рентгеновский пульсар. Вот это вот карта неба в галактических координатах. Это вот плоскость нашей галактики, которую мы видим так с ребра нашу галактику, естественно, поскольку мы сами в этой плоскости находимся. А это вот галактические полюса. Вот каждая точка здесь – это радиопульсар, который излучает гамма-лучи, которые были предсказаны на самом деле. И эти предсказания замечательно сбылись. Динамо-машина работает. Но это еще не конец истории, потому что эти гамма-кванты, летящие в магнитном поле, если мы опять откроем Ландауле сейчас, мы увидим, что они способны, гамма-кванты такой энергии способны порождать электронно-позитронные пары. И они их успешно порождают. Причем эти электронно-позитронные пары тоже рельтивистские, с гамма-фактором 10-3 и 10-4. Там 10-7, здесь 10-3, но для нас они все двигаются со скоростью света. Но друг относительно друга они обладают очень разной энергией. И вот эта плазма вторичных частиц, которая вот здесь вот над полюсами, над полярными шапками нейтронных звезд рождается, она додавливает все электрическое поле, которое существовало. Поэтому электрическое поле есть только в этом, в узком зазоре, в ГЭПе так называемом, над поверхностью нейтронной звезды. Вот тут вот оно существует. И вот оно ускоряет частицы, частицы излучают гамма-кванты. Гамма-кванты порождают вторичные частицы, электронно-позитронные пары. И это облако электронно-позитронных пар, вот тут вот над полярными шапками нейтронной звезды, порождает радиоизлучение, которое мы наблюдаем, и вообще всю феноменологию пульсаров. Если бы не было этих вторичных частиц, не было бы и радиопульсаров, и ничего бы мы не увидели. Самый известный радиопульсар в Крабе, историческое сверхновое, 1054 года, два месяца светило днем, была видна для китайцев, по крайней мере. И здесь совмещено рентгеновское изображение синенькое этого пульсара и оптическое крабовидное туманное смесь Е1 в созвездии Тельца. Вот так вот выглядят импульсы. Что важно для нас? Было померено измерение периода пульсации, исходя из которого можно оценить, сколько энергии теряется пульсаром. Сколько вращательной энергии теряется пульсаром. Оказывается, примерно 5 на 10 в 38 секунды. И эта цифра совпала со светимостью туманности во всех диапазонах полу. Бинго! Эта туманность светится за счет пульсара. То есть это плерион, так называемый, туманность, порождаемая пульсарным ветром. И вот мы видим взаимодействие вот этих вторичных частиц электронно-позитронных пар, про которые я говорил, с окружающей средой. Видя вот этих вот джетов и видя такого вот тора. Это вот все расширяющееся облако релятивических частиц, которые нагревают окружающий газ. Он светится и в рентгене, и во всех остальных диапазонах спектра. Диаграмма, главное для пульсаров. Диаграмма, период, производная периода. Здесь период, здесь производная периода. Пульсары здесь все собраны. И по периоду, и по производной периоду можно определить возраст пульсара и магнитное поле в нем. По магнито-дипольной формуле, по потерям магнито-дипольной формулы. Вот это вот линии разных возрастов. Вот это 10 тысяч лет, 10 миллионов лет и 10 миллиардов лет. 10 миллиардов лет – это возраст галактики. Мы видим, что здесь есть так называемые миллисекундные пульсары, которые имеют возраст галактики, 10 миллиардов лет. Здесь линии равных магнитных полей. Вот большинство пульсаров имеют поля 10-12 гаусса. Но есть и те, которые имеют 10-10. Но вот эти миллисекундные пульсары еще меньше поля имеют, 10-8, 10-9 гаусс. Но есть и отдельная группа нейтронных звезд. Магнитары они называются. Они вращаются медленно с периодом около 10 секунд, от 2 до 10 секунд. Но зато производная периода очень быстро меняется. И мы верим, что эти объекты обладают сильными магнитными полями. Два слова про миллисекунды пульсары. Есть большой друг нашей кафедры, выдающийся турецкий астрофизик Али Альпар. Благодаря трудам которого наш полутораметровый телескоп существует во многом. Так вот, этот человек предсказал существование этих миллисекундных пульсаров еще в 1985 году. А потом они были открыты. Это вот его вклад в астрофизику был сделан. Ну вот, здесь также мы видим линию смерти. Вот при больших периодах, при данном темпе потери, вторичные частицы уже не генерируются, пульсар гаснет. Все, нейтронная звезда остается, магнитное поле остается, он продолжает крутиться. Но не образуются вторичные частицы, и пульсар как явление пропадает. Всего в нашей галактике таких умерших пульсаров примерно, чтобы не соврать, 100 миллионов по оценкам. Вот. А видим мы только несколько тысяч. Но это еще на нас должен попадать этот прожектор. При неудачном угле мы можем и не увидеть. Так вот, пару слов про магнитары, чтобы закончить проэлектромагнитные явления. Остаток сверхновой, рентгенское изображение снова. В центре вот эта вот звезда, эта нейтронная звезда. Она светит больше, чем она теряет энергии за счет потери. Вот она замедляется, она пульсирует излучение. Мы видим, как она замедляется. Можем посчитать, сколько энергии она теряет на вращении. Светит 10 раз больше. Откуда берется энергия? Энергия из дисципации магнитного поля. Большое, очень сильное магнитное поле. Любое магнитное поле, как мы с вами понимаем, это ток. А ток в любой среде, если он не сверхпроводящий, конечно, обязан затухать и греть окружающую среду. Вот он и греет, затухает и греет. Но кроме этого, есть вспышки, гигантские вспышки, такие же, как на Солнце. Из-за пересоединения магнитно-силовых линий. Если мы сближаем магнитно-силовые линии в одной направленности, им энергетически выгоднее перезамкнуться. Образуется вот такая X-точка, так называемая. А магнитно-силовые линии действуют как резиновые шкуты. Эта сила Лоренца, если посчитать, зависит от радиуса кривизны магнитно-силовых линий. Они стремятся выпрямиться. Они ускоряют частицы, любую плазму, которая здесь закажется. Вот на Солнце этот плазмон вылетает в окружающее пространство. Это Солнце, вспышка. И воздействует потом в виде солнечного ветра на магнитосферу нашей планеты. Возникает древеск там в хвосте магнитосферы, которая вызывает потом полярное сияние, выпадение частиц. Мы верим, что в магнитарах вот эти вот гигантские вспышки, одна из которых здесь нарисована, вот видите, здесь три нуля, по-моему, а здесь пять. То есть как минимум в сто раз повышается светимость, выделяется энергией 10 в 46. Это сливки 6-й R, и сравнимо это с теми запасами магнитной энергии, которые существуют в этих нейтронных звездах. Ну это объём нейтронной звезды просто умножен на плотность магнитной энергии. Вот эти колебания, которые видны, это просто вращения нейтроны звезды. Понятно, что доказывают, что область компактная. С какой-то одной стороны у нейтронной звезды эта спучка произошла и нагрела поверхность нейтронной звезды. И это из-за того, что вращается нейтронная звезда, мы видим это вращение колебания блеска. Вот такие вот гигантские вещи, связанные с электромагнитными глинями, на нейтронных звездах наблюдаются. Так, мне осталось совсем немножко времени, чтобы рассказать вам о внутренностях нейтронной звезды. Там, где уже нет дальнодействующей силы, в окрестках всех которых мы можем наблюдать, а то, как устроена внутри себя нейтронная звезда. Плотности там, я сказал, уже превышают ядерные, и при таких плотностях, как ведет себя вещество, мы не знаем. И можем узнать, в частности, из астрономических наблюдений, определяя параметры нейтронных звезд, их массу и радиус. Массу мы знаем, как определять по двойным пульсарам, и для очень многих объектов они определены, эти массы. А вот теперь еще нужно узнать, как бы радиусы определять. Вот чуть-чуть про внутреннее строение. В зависимости от состава выделяют кору и ядро. Вот что творится внутри ядра при плотностях больше, чем ядерном, несколько раз. Мы не знаем. И хотелось бы узнать. Прошу прощения, очень кратко. Чтобы решить эти уравнения, определяющие внутреннее строение звезды, нужно знать уровень состояния. То есть, как сильно плотность, давление среды зависит от плотности. То есть, фактически нужно узнать сжимаемость. Вот мы сжимаем эту среду, какой мы получим упругость этой среды. Какой получим обратный отклик. От этого зависит размер нейтронной звезды. Если отклик большой, то есть мы сжимаем с одной силой, а расталкиваем сильно, будет большой радиус. Если вещество хорошо сжимаемое, оно неупругое, то будет маленький радиус. То есть, измеряя радиус нейтронных звезд, можно сделать выводы об упругости вещества при очень больших плотностях. Это четыре разных области. Я не буду углубляться. Самый интересный график. Как ведет себя потенциал взаимодействия при разных расстояниях. Он ведет себя точно так же, как потенциал Вандервальца. Есть некий минимум. При больших расстояниях, при увеличении расстояния, нуклоны друг к другу притягиваются. Это та сила, которая держит атомные ядра вместе. Потому что там протоны положительно заряжены, и там кулоном их растягивает. И все атомные ядра, которые мы знаем, лежат вот на этой кривой. На этой части кривой. На области притяжения. А что будет, если кулона нет? Все ядра стали, вернее, все нуклоны стали нейтронами. Они электрически нейтральны. Они не расталкиваются друг от друга. Но зато их под действием собственной силы части сжимают, прижимают сильно очень друг к другу. Мы находимся вот на этой части кривой. Они начинают отталкиваться. Вот именно эта сила, сила отталкивания между нуклонами, возникает, и она удерживает ее от превращения в черную дыру. И как устроены эти силы, мы не знаем. Вблизи точки равновесия можно некой параболой эту штуку описать. Вот эту параболу вы видите. И работа теоретиков заключается в том, что какие-то теоретические модели придумать, которые бы вот эту часть кривой описали бы, и сравнить их потом с наблюдениями. Кроме того, существуют кварки. И эти кварки, как вы видите, очень легкие по сравнению с массой протона. И масса протона – это фактически энергия взаимодействия кварков между собой. И понятно, что если мы будем сближать два нуклона между собой, рано или поздно они окажутся на таком расстоянии, что кварки уже не будут знать, к какому именно нуклону они принадлежат. Произойдет так называемый деконфаймент. И вместо среды, разбитой на отдельные нуклоны, нейтроны, немножко протонов там тоже есть, мы получаем сплошную какую-то среду, состоящую из кварков и глионов. Вот этот переход здесь нарисован. Где-то он должен происходить. Может быть, он происходит в нейтронных звездах. То есть интересно изучать параметры нейтронных звезд в том смысле, что удастся ли найти вот такую кварковую звезду. Это бы дало громадное нам знание о холодном кварковом веществе, который мы не можем по-другому получить. На столкновениях в коллайдерах мы изучаем вот эту область, кваргленные плазмы, при маленьких плотностях и больших температурах. А это очень большие плотности и практически нулевая температура. Про это мы можем узнать, только наблюдая нейтронные звезды. Но тут уравнение состояния для кварковых звезд очень простое, поэтому я ее немножко выписал, но говорить подробно не буду о модели Мешка. Спросите, если кому-то интересно будет. Максимальная масса нейтронной звезды, которая... Вот в результате расчетов разные теоретики придумали разные уровни состояния. И эти разные уровни состояния привели к разным кривым на плоскости масса и радиус нейтронной звезды. Радиусы в километрах, массы в массах Солнца. И вот мы видим, что если мягкое уровне состояния, то мы достигаем только очень... Минимальная масса нейтронной звезды получается маленькая. А если жесткое уровне состояния, радиусы большие и максимальная масса получается большая. Так вот, измеренная максимальная масса нейтронной звезды на сегодняшний день вот такая. И вот все эти уровни состояния, которые описывают, в том числе и кварковые звезды, являются запрещенными. Сейчас наблюдениями не подтверждены. И мы верим, что нейтронные звезды имеют довольно большие радиусы, типа 12-13 километров, и могут достигать больших масс. Тепловое излучение нейтронных звезд буквально... Сколько у меня еще? Минут 5 есть? Замечательно, успею. Вот современные рентгеновские обсерватории, которые определили лицо современной науки о нейтронных звездах, про которые я рассказываю. Один американский, Чандра, он очень имеет хорошее угловое разрешение, полсекунды. Это почти так же, как какой-нибудь оптический телескоп на Земле. То есть он очень слабые источники не может видеть, зато очень различает положение хорошо. И дополняющий его европейский телескоп Ньютон. Он имеет очень большую собирающую площадь, он очень слабые объекты может наблюдать. Но зато у него плохое угловое разрешение, и он видит несколько размыто все. Они друг друга дополняют, потому что если надо точно измерить положение, используется Чандра, а если надо слабые потоки померить, используется XNM Ньютон. И наши сведения о тепловом излучении нейтронных звезд собраны этими двумя телескопами. Вот так выглядят рентгеновские изображения остатков сверхновых с центральными компактными объектами внутри. Мой хороший коллега Георгий Георгиевич Павлов предложил эту аббревиатуру дорогую сердцу любого студента брезневских времен ССО. Студенческий строительный отряд. Ну, зашифровано здесь Central Compact Object. Вот эти нейтронные звезды со слабым очень магнитным полем, и они просто остывают. Они молодые, несколько тысяч лет, и они за счет остывания поверхности излучают рентгеновские лучи. И с их помощью можно определить радиусы нейтронных звезд довольно хорошо. В частности, вот так выглядят их тепловые спектры в рентгенском диапазоне спектр. 1КФ это 12 санкстрен примерно, то есть 10КФ это 120 санкстрен, если кому-то будет понятие. Вот это завал из-за межзвездного поглощения. И как определить радиус? Нужно взять какой-то теоретический спектр, рассчитать спектр нейтронной звезды теоретически, сравнить с наблюдением, учесть вот это межзвездное поглощение, и тогда мы получим так называемую нормировку, куда будет входить расстояние до звезды, радиус и вот это гравитационное красное смещение. Из-за искривления лучей света в сильном гравитационном поле, вот здесь я показал, что на картинной плоскости лучи вроде бы за горизонтом находящиеся и спускаются, и попадают к нам все-таки, загибаются. То есть для нас эффективная площадь нейтронной звезды, наблюдаемая, оказывается вот на этот квадратик, это Z примерно 0,3 для нейтронных звезд, то есть 1,3 в квадрате, вот на эту величину видимая площадь нейтронной звезды из-за искривления лучей света в ее гравитационном поле становится больше. Но это означает, что мы не можем в прямую радиус-то измерить, потому что сюда входит Z еще и масса. То есть получается некая область на плоскости масса-радиус, вот как теоретические спектры выглядят здесь показано. Вот этот вот источник, который лично я рассчитывал, теоретический спектр, и он был у нас в Тюбинге моими коллегами обнаружен, вот эта вот нейтронная звезда. Здесь для сравнения показано, остаток сверхновых звезд очень молодой, 300 лет, и вот здесь вот несколько тысяч лет с возрастом. Видите, как сильно расширился, как он сильно расширяется. Кстати, вот это вот размером примерно с полную Луну. Если бы мы могли в рентгене наблюдать так, чтобы видеть остатки сверхновых звезд, они бы были для нас невооруженным глазом, видны как протяженный объект. Вот такую вот удается получить блямбочку на плоскости масса-радиус, и за счет еще теории охлаждения нейтронных звезд ограничить дополнительно, но нейтринные процессы я здесь рассказывать не буду. Вот наш объект на кривых остывания нейтронных звезд оказался здесь, и для него нужно предположить сильную протонную сверхпроводимость, для того, чтобы подавить процесс охлаждения нейтронных звезд, чтобы сделать его таким горячим при большом возрасте. Это была целая теория коллегами из Санкт-Петербургского физико-технического института «Развито», и вместе с нами мы сделали, совместные наблюдатели и теоретики сделали такую работу. Ну вот, собственно, все. Спасибо за внимание. Все, что я вам хотел рассказать. Субтитры создавал DimaTorzok